Общественность как правая рука. Сегодня в Новосибирске прошло 16-е городское собрание актива территориального общественного самоуправления. Общественники подвели итоги, а лучшие получили награды. ТОСы – это огромная сила, инициативные и активные. Сейчас в этих общественных организациях не только пенсионеры, хотя именно они, как старожилы, готовы научить новичков всему. Как и чем живут активные новосибирцы, знает Александр Медведенко. В ДК Горького царит атмосфера волнения. Работы проделано много, теперь о ней нужно рассказать своим же коллегам. Отличившихся награждают за их вклад в развитие города. Они облагораживают территорию, следят за трудными подростками и выигрывают гранты. Работа творческая. У нас номинация благоустройства и зеленения. Это гранты, это дворы, субсидии. За этими громкими словами это большой созидательный труд большой-большой команды. Неоценимую помощь представители ТОСов оказывают и полиции. Например, вместе возрождают народные дружины. Все должно делаться в связке. То есть охрана общественного порядка – это не только полиция. Это и граждане, и активисты, они очень помогают нам. Сегодня ТОСы охватывают 80% территории Новосибирска. Благодаря этому народные активисты ощутимо помогают народным избранникам. Безусловно, мы взаимодействуем практически по всем вопросам. Проведение праздников, мероприятий, благоустройство дворовых территорий, решение каких-то конкретных проблем, обращение граждан. Это очень большая, так сказать, поддержка, большая подмога в нашей работе. Сделано за год многое. ТОСов становится больше, а значит и голос самих жителей становится громче. Но главное, что за этот год активисты значительно помолодели. Задача наполнения ТОСов молодыми, новыми молодыми кадрами, чтобы молодежь поверила, не просто поверила в ТОСы, а увидела себя в них, реализацию своих возможностей вот в этой форме работы. И сегодня у нас образованы, есть ТОСы, состоящие только из молодежи. Сейчас в Новосибирске при ТОСах работают 29 молодежных советов, и их становится больше. А значит, напрямую участвовать в жизни города готовы уже не только пожилые люди. Александра Медведенко, Олег Кролевец, Новосибирские новости.